Кадры октября 2011 года. Тогда в Дальнегорск приехал Игорь Шувалов и лично убедился, как сильно зависит жизнь города от работы всего двух предприятий – Бора и Дальполиметалла. Тогда же возникла идея, позже превратившаяся во вполне конкретное поручение первого вице-премьера, снизить эту зависимость. Сейчас предложение местных предпринимателей выслушивает Александр Костенко. На совещании присутствуют и руководители тех самых двух компаний, влияние которых на экономику Дальнегорска стало слишком чрезмерным. Как я сказал, нужно четко понимать, что базовыми предприятиями в любом случае останутся ГХК Бор и ГМК Дальполиметалл. И мое мнение такое, что как раз нужно вектор усилий направить на то, чтобы предприятия развивались, сервисные предприятия новые вокруг этих двух компаний. Вот и все. Первый вице-губернатор Александр Костенко согласен с руководством компаний, что их предприятия были и остаются стержнями развития Дальнегорска. Но призывает не зацикливаться на одном и том же привычном направлении экономики и развивать в городе другие бизнес-проекты. Один из них – рыборазводный завод на реке Лидовка. Первую партию мальков мы выпустили в этом году в марте 130 тысяч штук. Завод только начал работу и еще даже не получал первую прибыль. Выпущенные мальки-киты вернутся в реку через три года. И лишь тогда можно будет судить об эффективности рыборазводного предприятия. Александру Костенко рассказали о еще двух возможных перспективных проектах. Создание бизнес-инкубатора и развитие в городском округе экотуризма. Для этого даже готовы восстановить взлетную полосу на старом аэродроме. Владимир Клюшников, Константин Селезнев. Панорама.